Восстание узников Бухенвальда произошло под конец Второй мировой войны. Весной 1945 года. Теперь 11 апреля отмечается памятная дата. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Иван Ермолаев попал в концлагерь четырехлетним мальчишкой. Фашисты угнали и его старшего брата с матерью. Затем семью выкупил литовский помещик. Старший брат, значит, Виктор, по скот, я помогал как мог ему. И получали мы от хозяина почти каждый день порку. Сегодня Иван Ермолаев вместе с другими малолетними узниками фашистских концлагерей приехал в Парк Победы. Люди возлагали цветы к монументу матерей детей, пострадавших от немецких фашистов. Несли букету к памятнику герою Советского Союза генералу Дмитрию Карбышеву. Сегодня мы просто обязаны помнить об этой дате. Сегодня необычное время. Как никогда важно в эти моменты вспоминать о таких датах. Отдавайте честь и память нашим ветеранам, которые сражались в этой страшной войне. В нашем городе, в нашем регионе, во всей нашей стране память о тех годах, она хранится. Духовная скрепа, она сегодня патриотическая духовная скрепа является одной из главных национальных идей. Сегодня в Самаре живут 118 малолетних узников фашистских концлагерей, которые состоят в общественной организации. И хотя все уже давно не молоды, они каждый год приносят цветы в память о тех, кто испытал на себе ужасы войны. После церемонии награждения гостей пригласили во дворец ветеранов. Детские творческие коллективы подготовили для них концерт-реквием. И помнить больно, и забыть нельзя. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский.